ну что смотрите у нас будет овощная такая смесь то есть мы будем обжаривать перец цукини и лук шалот можете использовать белый лук не принципиально хотите паре используйте тоже не принципиально смотрите как я буду его резать наполам сделал и вот такие лодочки знаете вот смотрите все вся нарезка забрали его все шалот готов к обжариванию ну и так со всеми остальными даже не знаю что проще резать его или вот так тут печи вряжется но как минимум когда вы уряжете у вас глаза слезятся здесь минимально в общем примерно так делаем почему так то потому что уже нарезка кубиками там найти этими мелкими большими треугольниками надоел поэтому хочется чего-то пожевать интересного необычной формы блин шалот вроде бы режет жесть это снимает про меня зачем-то вам был интересней смотрели тем ценнее был рецепт что такие затраты выходят слезы аж тратятся цукини нарезаем такими треугольничками не сильно сказать что это необычно не похоже на полукольца но все-таки не совсем полукольца все-таки это такие треугольнички смотрите как мы еще раз делаем то мало ли вы смотрите не понимать как я это делаю уходим в бок а потом выравниваем поняли в бок а потом выровняли понятно еще раз в бок выровняли а опа выровняли наискось выровняли вот так вот перец все так же просто вынимаем сердцевину и нарезаем треугольники в белой части тоже мы избавляемся они у нас не вкусные семечки тоже вынимаем вообще использовать лучше красивше давайте красивше три вида перца и зеленый и желтый будет прям ярко то есть такая ярко выраженная мексика перец это про мексику и у нас здесь нету кукурузы консервированный но кукуруза здесь тоже нужна потому что кукуруза тоже это про мексику поэтому кукурузу тоже добавьте у нас будет без кукурузы но с фасолью и тоже такие импровизированные треугольнички или подобие треугольников я не знаю сложнее сделать форма не ровная овощную дадут наше сатэ баганду мы отправляем сразу на сковородку вместе сжаться на сильном огне вот в конце добавим нужные специи ребят это тихоокеанская треска вообще рыба тоже полезная полезно во всех видах хотите жареную хотите вареную продается почти во всех магазинах очень доступная рыба и универсальная то есть если вы не знаете хотите какой-то белой рыбы то берите именно ее рыбонь готова мы ее сняли на ракушечку так ребят берем наши овощи обжаренные добавляем сюда какой-нибудь любой вот так если вы готовите умеете лечу вот лечу пробейте в блендере и получится вот такой соус добавьте вот сюда все туда вот перемешайте вот так красиво смотрите какая вкуснятина возьмите фасоли добавьте сюда не забудьте кукурузу консервированную положить сюда у нас ее нету и кладем вот так рыбку тоже готовая обжаренная все теперь главный момент надо это все дело завернуть обычно это сложная вещь но смотрите как это делать ставим ножик вот сюда приподнимаем ручку и так помогаем язычок вот этот видите язычок его опускаем сюда вот к ножику ножик убираем в сторону все как хотим дальше язычок поджимаем смотрите вот так двумя ручками и как бы сворачиваем как будто бы шурму плотненько плотненько да если какая-то начинка вылезет ничего страшного смотрите дальше главное свернуть плотненько чтобы она была такая упругенькая то что вылезает начинка не страшно повторяюсь не страшно обратно ее затолкаем все мы завернули язычок должен быть внизу это очень важно далее нам нужно это все дело обжарить на сковородке вообще можно сделать даже на сухой сковородке но используйте лопатку для того чтобы ее поднять вот так отнесли положили на сухую сковородку если проходите с маслом можете прям с маслом неважно но главное чтобы язычок был внизу и подпишем ее улита мы обжарили со всех сторон теперь берем вот это вот соус вы можете просто пробить помидоры с луком перцем бакарским обжаренным и вас получится вот примерно такой вот соус вот далее на него мы кладем сверху сыр вообще лучше чеддер так будет аутентичней посыпался а теперь смотрите когда нету времени или муж жена срочно хочет есть берем вот такую штуку и плавим или готовим наш сыр посмотрите видите осторожно потому что если вы ближе подпустите опа очень гореть поэтому надо пламя держать прямо на реально далеком расстоянии чтобы шел чисто жар тогда сыр сможет подплавиться и получится именно корочка если у вас есть время для духовки используйте духовку но опять же здесь важно чтобы сыр именно так не просто расплавился а покипел немножко то есть было такое сырокипение не знаю как по-другому объяснить в общем нам чисто плавленый сыр не нужен здесь нужна такая небольшая легкая корочка что ли не знаю так можно назвать вот здесь уже видно как он правильно начинает видишь и шевелится тебе вот вот это то что нужно нам и и и и и и и Если вы любите острое, то опять же, в саму буррито или в соусе нужно добавить что-то остренького, либо чили перца, либо паприки, каенского перца сухого, неважно. Но если вы добавите остреньку, обязательно после этого добавьте сюда сметану, потому что сметана сглаживает эту остроту и получается реально приятный эффект. Вот. Вот такая красотеньушка у нас готова. Декорируем моим любимым черным перцем. И можете налить сюда моего любимого тоже herbal oil. Все готово, можно есть. Знаете, то, что очень важно при приготовлении буррито, это показать, что же там внутри. Так разрежем. Ох ты, сыр у нас. Вот такая там картина. Вот такой классный буррито с рыбой у нас получился. Можете использовать курицу, говядину, барадину, что хотите. Главное, не забудьте добавить главную специю, кумин. А все остальные специи можете использовать, какие хотите. Но кумин там должен быть обязательно. Спасибо, что вы были с нами. Увидимся в следующий раз. До скорого.